Так-так-так... Приветствую вас, дорогие друзья! С вами Виктор, и это канал Витёк Плей. Эм... Как видите, я от этой игры не отстаю. Ну, чем-то она, конечно, захватывает и держит. Пока что я от неё не устал, да хоть и поймёшь, может быть, и не устану. И музыка такая классная. Йо, астронофт! Играть. Так, нам снова показывает, куда мы должны долететь. Как видите, там бой ближе к концу, то расстояние между звёздами ого-гошное какое. Так. Арбита. Источник ресурсов. О, кстати, в прошлый раз я, по-моему, на неё не залетал. И чего? И ничего. Видимо, я зря просто потратил сейчас топливо. Ну, да ладно. Как потратил, так и найду. Отправляемся в путь на жёлтый карлик. Сейчас надо будет, кстати, сразу... Ух ты, что-то интересное. Я нахожусь на удалённой орбите двойного спутника. Я спрятался за меньшим из них, размером со стероид, и через телескоп рассматриваю старшего брата. Слушайте, а если б я телескоп разобрал бы? На нём живёт племя поселенцев, огромных термитов, живущих в прямоугольных норах. Ах, рово-красный корабль расположился неподалёку и обстреливает туземцев. Последние напуганы и предлагают ужасному божеству различные дары и жертвы. Так... Уничтожить корабль. Я изготавливаюсь и выполняю стремительное жестокое прелунение прямо на вражеский корабль, который разрушается и наполовину вдавливается в землю. Придя в себя, я выхожу наружу. Термиты, не знающие моего языка, пытаются уже мне предложить жертву своих сородичей дары в виде минералов. Вот прикиньте, а вот жалко сразу их стало как. Я отказываюсь от первых и беру вторые. А затем ухожу, пока они не передумали. Так, 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 золото, углерод, платина, 10 железа. И минус 15 на корабле. Кто такой? Каменистая планета, газовый гигант. Мне, кстати, подсказали, говорят, всё время добывать на десятку и... Излишки. В общем, это выгоднее, типа. Вам тоже жалко, да, термитов? Прикиньте, вот представьте такую ситуацию. Что-то непонятное вокруг вас. Умирают все вокруг. Жесть вообще. Вот как представишь, аж мурашки по коже бегут. Так, бурисма. Делаем бурисму. На десяточку. Ты смотри! У меня даже ничего не поломалось. А я выборил отсюда немерено просто ресурсов. Так, силициум возьмём. Вольфрам возьмём. Что-то как-то углерод вот не возьмём. Платина нужна, золото нужно. Давай ещё 4 железки возьмём. Сейчас мы их сольём в корпус, когда приземлимся на газовый гигант. Ну и, конечно же, телескоп надо убивать. Он не нужен. Он только место занимает. Закончить. Отлично побурили. Теперь отправляемся. На газовый гигант. Ух, хорошо-то вдолбило в меня. Сейчас двадцаточку туда и спустим железо. Так, ну топлива у меня вообще не осталось. Как видите. Надежда только на газовый гигант. Зондирую его полностью. О, нет. Неожиданный скачок. Ух ты, дырка ещё. Фига себе. Что-то совсем беда, ребят. А зонт-то я сделаю, конечно. Но какой-то газовый гигант оказался хиленьким. Всего лишь 10 водорода мне дал. Это, я думаю, это минимум просто. Ну, как мне кажется. Ну, надеюсь, я тут не окочурюсь прямо в первых же системах. Это было бы, конечно, эпично. Так, ну я встретился серый астероид, похожий на небольшую луну. Я вспомнил, что лунные породы содержат много кислорода. Так что я отломил большой кусок от этого астероида и с помощью электролиза добыл немного кислорода. Плюс 5. Пф, круто. Так, ну на каменную планету, наверное, у меня нет варианта сейчас садиться даже. Топлива-то нихрена нету. Нехило я так заехал на планетку, да? Жесть, просто она из меня выбила немерено как. Ну, зондирую его полностью. Так, видите, бури на 10, а вот зондировать я бы не советовал на 10. Хорошо, давай зондировать на 7. Блин, все равно заломался. Ну, хоть на 10, хоть на 7, как говорится. У меня раньше так не пробивало насквозь-то весь корабль. Печаль, беда прям. Ну, ладно, хоть гелий добыли. Сейчас чувствую, его и сожру весь. Да и водород сожру. Еще и мало будет. Да, ни о каком, ни о каком твердом теле здесь и речи быть не может. Я имею в виду планету скалистую. Ой, что это проклятие? Ну, выпустив луч света с той же частотой. Невероятно. Здесь между измерениями есть разумная жизнь. Поразительно. После нескольких ответных лучей, одномерные существа разорвали пространственно-временной континуум и вернули меня в нормальный космос. Фига себе эпично. Так, ничего здесь интересного для меня сейчас нету. Мне нужно экономить топливо. Так, из-за постоянного воздействия космических лучей у меня начали выпадать волосы, поэтому я решил побриться наголо, пока моя голова не приобрела совсем отталкивающий вид. Когда я адаптируюсь к этим лучам, они отрастут снова. Видите, я по-прежнему сохраняя оптимизм. Есть газовый гигант. Но тут без вариантов. Сразу на него. Что у нас есть? Нужно построить зонд. У нас совсем мало железа остается. Так, давайте зондировать. Да ладно! Слушайте, игра издевается надо мной. Представляете, а? Опять минимум. Да я потратил больше, чем это. Вот мне даже на каменистую планету нет варианта лететь. Я сдохну там. В кислородном контуре произошел сбой. Сначала у меня перед глазами все стало красным. Потом черным. Только тогда я понял, что кабина постепенно заполняется кислородом. Да, иногда я медленно соображаю. Я уже ничего не видел и почти терял сознание, но успел надеть скафандр. Сколь я пришел в себя и устранил неисправность. Итак, я вновь обманул смерть, но потерял много кислорода. Так, зеленая, зеленая, зеленая и нет топлива. оттас ребята просто жесть и как и как мне быть можно как вариант залететь на эту систему потом вернуться в эту если я там найду кислород единственную проблему блина кислорода не ну кислород то у меня хотя бы есть загашники это не проблема то топлива нет и вот эта проблема топлива на солнце на солнце нельзя опускаться пока у меня нет защиты еще одна зеленая каменистая газовый гигант я могу прыгнуть на солнце и ты увидишь что это просто будет умершление моего корабля вот и все так совсем беда с корпусом но ребят здесь только на плюс 10 зонт меня спасет так ну хоть топлива появилась хоть топлива появилась мало его конечно но но хотя бы есть 33 корпуса это жесть ребята мне необходимо за железом залететь не ломай телескоп ребят ну я его могу в любой момент построить ну что же вы я не знаю так бурим бурим на максимум спасение моё железное аховы тени добыли кстати твариум добыли мне его не было так чиним кораблик варочным аппаратом прям девяточку о отлично так кислород сейчас у нас будет хорошо между прочим можно еще построить себе этот модуль сонный модуль анабиоза на время длительного период перелета в общем он насколько я знаю он уменьшает потребление кислорода при перелетах межзвездных тихо ренте пойми его может быть и не уменьшает может быть это я хочу думать о том что он уменьшает ну давайте первое у нас планета с вами атмосферная о прикольно такой я еще не был обнаружена жизнь всем кунта фига да про в общем чудо импланетянин что-то кладет на землю убегает рот енгт страх отлично мы ребята открыли элемент омега это самый ценный элемент во вселенной вот как обозначается во первых он может и починить корабль и дать кислород и дать топлива а во вторых этим элементом можно насколько я помню превращать безжизненные планеты планеты с жизнью неплохо так надо ли нам бурить кислорода 100 бурить это терять топлива нет мне нужно лететь так я смогу вот сюда сюда вы сюда если что да давайте так попробуем я не хочу выпускать систему с тремя заселенными планетами сегодня мне встретились дрейфующие в космосе телом пункти айна космонавта он похож на осьминога его шлем был поврежден но несколько баллонов с кислородом остались целыми плюс 10 кислорода каменистая планета косяк ну давайте я вам покажу что такое солнце солнце давайте прилетели мы на солнце и что кто мне говорил что я могу бурить солнце а признавайтесь кто такой засранец вот меня вводит все время в заблуждение не знают и пишут еще елки-палки ну как же так вы ребят эй-эй-эй-эй-эй-эй возможно вы думаете что в космосе холодно на самом деле из-за космических лутей здесь настоящая баня а потеть здесь не очень приятно потому что пот не стекает вниз а летает вокруг тебя в виде маленьких капелек давай иногда плотный туман с характерным запахом кто-то пернул видимо отлично у меня нету топлива пытаемся это конец путешествия замечательно вот из-за этого человека который сказал что нужно лететь на солнце и добыть там в общем его а таташничать и быстро мы закончили в этот раз очень быстро ну давайте заново отправимся солнце можно брить только с ультразондом не пишут но я мог догадаться об этом в принципе но так я лежу на полу и жду когда гипердвигатель закончат свою работу и ощущаю единство с кораблем это похоже на вибрацию материи в пустоте космоса в один прекрасный день все перевернется и уже корабль будет пилотировать меня походил он что-то еще и покурил перед тем как вылететь много рудометаллового сезди бур мена надо вот так сделать хотя зачем бур о нет бур сломался наткнувшись на очень твердый слой породы чпоки чпоки ремонт интересная планета маловато кстати железа она мне дала ну ладно газовый гигант ухо минус 23 здоровья сразу слегка починимся зондируем ох водородный газовый гигант попался ну конечно гелиевые гелиевые мне больше интересен так отправляемся дальше разбери телескоп обязательно не нужно срочно принять решение на звезде возникла гигантская вспышка которая может спалить все живое в этой системе чтобы спасти корабль я могу спрятаться в тени небольшого искусственной луны и в середине плотного астероидного поля что мне делать искусственной луны возьми настораживает на самом деле ну давайте за луной спрячемся только спрятался за луну как мимо меня пронеслось мощное энергетическое цунами вспышка была настолько сильной что я уже мысленно попрощался жизнью но все обошлось внезапно перед луной возникло некое поле это был невидимый щит закрывший ее целиком поразительно я исследовал находившуюся на луне станцию изучил эту технологию она может пригодиться мне во время путешествия ох нифига себе сразу две технологии генератор считает тепловой резонансный генератор кстати мы помним его да по прошлому выпуску каменюка и газюка каменюка давайте на каменюку заедем железа у меня все таки не так уж много как хотелось бы давайте посмотрим как мы сейчас выглядим телескоп только надо разобрать хотя смысл если у меня силициума нету он только место будет занимать давайте бурнем оооо железо пришло торий вольфран неплохо неплохо себя чувствуем огромное количество железа на нас висит так сейчас будем залетать на газовый гигант минус 49 вот это да сейчас прикиньте сразу 20 тонн железа уйдет на ремонт ну значит здесь должно быть очень много очень много водорода чё прикалываетесь что ли это разве очень много да бедно пока живем ребят но живем красный карлик я занимался ремонтом снаружи и тут меня ударил большой астероид отбросив от корабля их очень трудно заметить так как их не видно на черном фоне космоса хорошая новость состоит в том что астероид двигался не слишком быстро я выжил сломано два ребра но в условиях невесомости это не так больно плохая новость чтобы меня не унесло в космос я зацепился за корабль паяльником я остался жив но теперь в корпусе дыра отлично ни хрена себе на минус 15 прожог офигеть 4 4 планеты в системе ребята мне кислорода ни хрена нету хотя нет у меня ежи кислород зонт несколько раз нельзя запускать потому что он принесет совсем мало ну что ж вы вот глупости пишут и пишут главные такие советчики хреновые а я сейчас на вас материться буду ну как так можно вы даже не разбираетесь в игре и уже пишите зачем столько вольфрама я не понимаю зонт отлично хоть хоть топливом разжился а вольфрам сбросить мне вообще кто то сказал что смысла с собой носить элементы которые я не могу применить нет смысла в общем может быть построить модули себе генератор считая тепловой резонансный генератор давайте слушать их построим а а вольфрам и тори можно будет выкинуть за ненадобностью да я знаю что два раза можно запускать если в первый раз собрал очень много но это не то не тот вариант я же не очень много собрал так себе нет я могу сейчас запустить еще раз зонт и мы посмотрим что будет давайте в этот раз повезло главное зонт еще не сломался хорошо надо надо критерии вторичного запуска как-то выверить надо не надо так ну это у нас системка большая давайте теперь каменистую посверлим нам нужно железо буррррррр о нет поток лавы расплавил мой бурррррррррzz теперь придется строить не новый ох ни хрена себе бур стоит ох афы тень афы тень не понадобится что-то нехило бурта лучше на десятку наверное все таки не сверлить на десятку на десятку сверли писали мне чё ты как-то я уже раз хотел на десятку сверлить если честно так можно девятку сверлить страна сломался ох еще и дырку сделал ну а зато хоть железо достал оскок афы тени я достал хафней так вольфрам наверно скину но его так 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 сейчас мы починимся на двадцатку починимся гелем заправимся если что тори будем сбрасывать так но еще одна у нас есть газовый гигант планетка да богата живем быть быть так но я думаю еще можно запустить да отлично водород сразу сливаем ну неплохо единственное что у нас тут кислорода маловато телескоп бы разобрал ну да можно и телескоп разобрать корабль врезалась в корабль врезалась комета и я умер не понял странно но я по-прежнему жив комета оказалась мягкой наполненной льдом и водой а к большинству комет так что мне удалось пополнить свои запасы воды а это значит что я не только жив но и проживу несколько дольше чем думал неплохо кислородика взяли так опять камень и газ давай на камень сядем что у нас тут есть гелий надо слить железо бы еще взять да ух что-то как-то совсем скромненько зонда ящера запускаем о богата живем так ладно силициум сброшу я тебя может быть тори все-таки бросить его почти всегда можно добыть в планете не оставлю торий так заправляемся еще раз зон запускаем нормально ну что нам теперь нужно искать земной мир чтобы там можно было зарядиться кислородом всякий раз когда я пополняю запас кислорода на зеленой планете мой корабль проникают различные запахи этой планеты после этого я еще долго вдыхают ароматы цветов которые больше никогда не увижу это что это он мне рассказал так 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 опять руды 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 опять гязовый гигант что нам еще железо-то нужно нет пригодилась бы уже время топлива наверно больше нужно чем давайте на газовый гигант заскочим просто кислорода мало могу не успеть зондой ох двадцать три водорода если смысл еще раз зондой делать давайте попробуем да есть неплохо на водородом разжились но по газу по покаменелостям уже летать нету времени даже нету кислорода по ним летать ого что-то большое написано небольшая планета необычного цвета светло коричневого и и кто-то высрал я думал что она состоит из редких пород или что это на самом деле огромный корабль для тех поближе я приземлился зонды ничего не показали так что я надел скафандр и вышел ноги тут же увязли грунт здесь состоял из углерода и воды которые под действием звезды спеклись в карамель я отрезал себе большой кусок но заметил что мой корабль начал тонуть я поднялся на борт и смазав все карамелью нужно подействовать не нужно действовать немедленно иначе планета просто проглотит мой корабль а давайте подождем и понаблюдаем мне просто интересно что будет я с ужасом наблюдал за тем как тонет мой корабль но спустя пару часов планета развернулась к горячей звезде и поверхность расплавилась став совсем жидкой самое время включить реакторы на полную мощность и убираться отсюда меня прошиб холодный пот но зато теперь у меня есть запас сладости на целый месяц вперед отлично хоть в чем-то позитив эх газовый гигант нет у меня времени нет не то что времени нет у меня возможности тебя посещать мне нужна срочно планета земного типа это была гигантская манта в десяти раз больше моего корабля и к тому же очень голодная я выжил максимум из реакторов а затем выбросил в космос немного топлива это сработало так елки-палки газовый гигант ребята начинается борьба за жизнь я так понимаю совсем скоро и куда мне лететь эээ да здесь могла бы появиться звезда водород сконденсировался в маленькое облако такое плотное что сейчас превратилось в топливо я собрал сколько мог оба на отлично топливом зарядились каменистая газовый гигант вы прикалываетесь хоть одну населенную планету вы мне дайте а ну и кислород уже кончается 18 осталось я вижу большую каменную глыбу которая сверкает в свете звезд они есть несколько цветных участков которые кажутся мне интересными однако по поверхности глыбы передвигаются патрульные роботы похожие на пауков конечно же забрать камни я понаблюдал за роботами чтобы понять схему их движения затем приземлился рядом с грудой камней надев скафандр я начал забрасывать их в корабль благо низкая гравитация это позволяло вдруг неожиданно появилась целая группа пауков роботов я быстро вернулся на корабль хотя и жалко было бросать добычу как только я включил реакторы роботы открыли огонь они били по кораблю с фокусированными лучами мне все же удалось взлететь вместе с трофеями но и в корпусе теперь полно дыр и все платье натуре вольфрам блин знал бы о да я нашел ее ха ха ребята мы выживем так что есть каменистая и газовый гигант неплохо кстати живем так на газовый гигант не не успею хотя на газы гигант 6 и сюда 6 а вот 12 чтобы бурить мне кислород не нужен лично лично идем на газы гигант бурисму делаем ох неплохо тут водороду так сейчас мы сожжем немножко надо еще раз побурить о нету зонт взорвался ну ладно мы построим новый зонт ром-по-ром-по-по-по-по-по-по витя не рискуй дурак витя кто то пишет почему дурак то открытое достижение эйр плиз а почему я дурак то я не понял все соточка все было рассчитано с точностью до миллиметра ребят не волнуйтесь наружной жизни гтмайл хо ох что же они мне говорят много букв много букв 545 в 544 давайте подтвердим напомним больше не хочет разговаривать со мной ар елба технологии косяк стоит ли здесь бурить такой вопрос да нужно ли мне это сыра сраное золото железо-то я тут вряд ли найду да да наверное не будем здесь ничего бурить так у нас еще есть каменистая залетаем в большинстве случаев жми отказаться пишет мне надо же не знал хорошо блин опять бур сломался у меня не бура нет ни не бура ничего нету так но мы более-менее как-то средненько себя чувствуем на десяточку починимся кислород есть нужно нам еще кстати бур построить и зон да и можно лететь кстати дальше так какая-то звезда когда мы уже найдем себе новый корабль а я скучаю по земле хотя если честно на самом деле я скучаю по гамбургерам ого сколько газовых гигантов ребят опасное 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 но здесь можно топливом зарядиться по уши просто учитывая что у меня есть щиты которые ну защищают мой корабль от воздействия отлично первый газовый гигант хороший попался засверлили его до смерти так следующий так освобождаем место Вольфрам, если что, сольем. Ой, какой галимый. Не. Извини, дружащая. Дружище, извини. Летим на следующий. Зонда. Ой, тоже нехило. 14. Это сейчас он принесет 3, наверное. Мало, мало, мало. Нет, еще раз сверлить не буду. Ну, слабовато, да, получилось. Я рассчитывал, что это какая-то галактическая бензоколонка, и я прям тут по полной программе заправлюсь, но нет. Видите, щиты можно объединить, одну ячейку освободишь. Не понял, как. Что, значит, можешь объединить щиты? Я не понял. Каким образом? Опять, по ходу дела, человек вот что-то сказал, сам не зная, что хотел. Ладно. Оооо, не верю своим глазам, прямо в космосе плавает некая скульптура? Это гигантское стилизованное каменное изваяние птицы с черными крыльями. Оно раз в сто больше моего корабля и покоится на каменном пьедестале. Голова у птицы оторвана. Что ты не счешь, пишут чати, он даже в игру не играл. Щиты, единение. Действительно. Изучить. Кто-то испортил скульптуру, но я вряд ли когда-то узнаю почему. Я наделал, скамфандр приземлился на статую. В этот момент в моем мозгу возникли видения. Я наблюдал, как звезды стареют и превращаются в черные дыры. Как исчезают галактики, оставляя после себя лишь бледный свет. Пойму ли я когда-нибудь все это? Ага. Мы изучили новых слова. Два. Сефебия – это добрый. Гаонла – это страх. Это, кстати, хорошие слова. Это не мат. Камень, камень. Гиза. Газ, газ. Вместо камня, если был бы кислородный мир, это была бы вообще одна из самых лучших систем, но и найдены. А тут придется немножко поковыряться, да? Так, кислорода не так уж и много. Скорее всего, мы давайте одну каменюку разведаем. Ух ты! Когда-то здесь была жизнь, но теперь это планета необитаемая. На подступах к высоким стенам покинутого каменного города я обнаружил большой ангар, заполненный статуями животных. В стороне лежит целая куча оборудования. Похоже, я нашел сломанный гипердвигатель. Здесь лежит какая-то овальная штуковина. Для чего она может служить? Возьму ее с собой. Вакуумный флуктуационный излучатель, ребята. Ого-гошки, что это такое? Я даже создать его могу. Это невероятное устройство генерирует виртуальные частицы из квантового вакуума. Создавая мгновенный щит от любых повреждений, для его работы требуется стандартный щит. О, но у меня есть стандартный щит, так-то. Еще улучшить свой корабль больше? Давайте создадим, в конце концов. Неплохо, кстати, он 3 ячейки сопротивления добавил. Ого-гошки. Теперь мы корабль, видимо, вообще не пробить. Так, ну бурить придется. Ёкарный бабай. Зачем же мне столько всего? А где железо? Мне железо нужно было. Блин. Я даже не знаю, что теперь делать. Валить отсюда надо. Вот теперь думай, железо брать. На соседний мир лететь. Да не нужен мне этот фольфрам, я его скину. Кислорода мало осталось. Вот о чем я думаю. Давайте сначала за топливом залетим. Хотя топливо тоже не так уж и важно. Минус 4. Я теперь вообще спокойно могу летать. Вольфрам я и так сброшу, не волнуйтесь. Зондируем почву. 20 водорода. В принципе, я думаю, можно еще раз скинуть его туда, да? Ну, там прибыль не очень высокая будет. Ну да. 7 потратил, 6 взял, но каждый дает по 2 топлива. Блин, кислорода очень мало, надо улетать отсюда. Вывод. Нужно тратить все ячейки сразу, чтобы были ресурсы. Так, датчики засекли дарифующий в космосе большой металлический объект. Я сошел с курса, чтобы подойти к нему поближе. Это оказалось останки космического корабля, построенного неизвестной инопланетной цивилизацией. Какой же гениальный разум создал эту громадину. Вот я не знаю, зачем отказываться изучать. Я решил поискать в этой странной структуре что-нибудь полезное. По мере приближения к ней, корпус моего корабля начинает трескаться. Внутри мертвого металлического чудища обнаружилось чудом сохранившееся непонятное устройство. Оно может мне пригодиться. Семена жизни. Понятно, так и думал. Каменистая планета. Блин, каменистая планета мне не нужна. Что значит, Витя, читай, объедини ячейки? Я вот сейчас... Я вот сейчас не понял. Человек вот опять начал что-то говорить. Как ты хочешь объединить ячейки? Я не понимаю вообще. Ну как так можно безответственно относиться к своим советам? Так, я видел странные вещи. Я сел на маленькой едва заметной планете, находящейся на идеальном расстоянии от звезды. Растения, высокие фиолетовые. Вода, странного оранжевого цвета. И жизнь. Крохотные существа, которые живут в крохотных каменных деревнях. Они столпились вокруг меня и дрожат. Может они танцуют? Или они принимают меня за божество? Может я пришел изменить их историю? Пообщаться с ними? Я сажусь, чтобы быть ближе к ним и пытаюсь заговорить с ними. Это очень сложно, потому что помимо языкового, культурного и расового барьера, они кажутся не совсем глупыми. Они скорее движимы инстинктом, нежели непонятливы. Пытаясь завязать отговор, я рискую на земле символы перед самым крупным из них. Что? А, я рисую. Бесполезно. Столько времени потрачено впустую. Мне пора до встречи. О, еще два слова выучил. Жизнь и давать. О, да, зеленые планеты. В огромном количестве. Так, смогу ли я их все посетить? Хватит ли мне на это все денег? Погнали. Атмосфера этой планеты пригодна. Это я понял. Обнаружена жизнь. И пески. Тр-пр-жизни. Тр-пр-р-р-р-р-р-р-тихнология. Да, я хочу, я хочу жизнь, я хочу технология. Рул давать страх Реурма. Блин, что-то не то. Опять я что-то не то нажал. Видимо, они хотели жить и предлагали мне в обмен технологию. Блин. Косяк, ребята. Давайте попробуем с соседями Какая красивая Адамели Так, страх, люди Вы хотите нас убить, спрашивается Отказаться О, да Что-то там люди, люди добрые Трудовать технология Это существо хочет что-то из моего груза Давайте железо ему дадим Инпланетянин принял мой подарок Но похоже, он ему не очень-то по душе Косяк Вы потеряли железо Судьи-архитекторы какие-то Грина себе Так Что-то не то Полетели дальше Я хочу последнюю планету исследовать Конечно, топливо я сожрал Все Анда зони какие-то Так, люди Трурурурурурурурурую Твою налево Надо было соглашаться Че делать? В общем, ребят, три планеты На всех трех я облажался Это гениально Это просто гениально Опа! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой Что это? Гипердвигатель выбросил мой корабль туда Куда я и планировал, но я оказался посреди минного поля Я абсолютно уверен, что эти красные шарики, плавающие вокруг корабля, мины Особенно после того, как две из них взорвались у меня на глазах, столкнувшись друг с другом Мины подают следующие сигналы Давать Судьи-архитекторы, что мне делать? Они что-то дают Судьям-архитекторам Давайте активируем щит Я активировал щит, его магнитное поле подействовало на мины и они начали взрываться Теперь путь свободен и я могу спокойно исследовать систему Как хорошо, когда у тебя есть нужное оборудование Есть газовый гигант Надеюсь, он очень жил Один топливо осталось Блин, один топливо, ребята Косяк А я же могу на один топливо запустить зонт? Вы что, прикалываетесь? Ребят, кажется, я еще раз проиграл игру Это оказался очень бедный газовый гигант Я, конечно, попробую сейчас еще запустить зонт Так Так Так, сейчас я смогу на 6 бурнуть, да? Но это все равно меня не спасет Ребята, кажется, я снова всрал Вот такую эпичную музыку проиграть Действительно красивая музыка Ну давайте попробуем, рискнем Но сейчас я чувствую Я прилечу и будет кирдык Нет топлива Это моя последняя запись Топливные баки пустые Мне не из чего синтезировать топливо Это конец моего путешествия Не прет, пишут мне Ну не повезло, что уж поделать-то Мне не повезло Слишком сильно я задержался на кислородных планетах Эх, ребята Блин Но зато я 4 инпланетных расы открыл И один последний шанс использовал Но он не сработал Уничтожено звезд Ноль, нифига себе Здесь еще и звезды можно уничтожать Червоточины какие-то еще есть Ёлы-палы Эх, ладно, нет слов Ребята, спасибо вам за внимание Я думаю мы опять вернемся к этой игре Я хочу ее Я хочу ее наклонить А всем спасибо за внимание С вами был Виктор Это канал Витек Плей Пока что самый первый залет У нас был самым лучшим Но я думаю мы его переплюнем Ставьте лайки этому видео Именно лайки заставляют меня пилить еще и еще Где-то там Подписывайтесь на канал Чтобы не пропустить следующую серию И обязательно читайте Описание Теперь таки я наверное все таки создам Плейлист для этой игры Она действительно достойна того Чтобы представляться на моем канале Всем спасибо за внимание Машу ручкой до следующей серии Субтитры сделал DimaTorzok